всем привет меня зовут федор васильев я продолжаю серию уроков про компонент диджей класса feels доска объявлений а именно серию уроков продолжение премиум плагинов для доски объявлений диджей класса feels некоторые уже я рассмотрел ранее плагины премиум вы можете найти эти уроки на моем канале ютюбе в этом же видео я хочу показать плагин поисковое оповещение то есть вот этот данный плагин премиум то есть на компьютере он выглядит так когда вы его приобретете вот он диджей класса feels search аверт и что он делает то есть по сути этот плагин позволяет вывести на сайте где угодно там в категории объявлений в объявлениях или в модуле поиска ссылку на сохранение критерий поиска и эти сохраненные критерии поиска также можно отобразить в личном кабинете и также по идее должно срабатывать уведомление на почту после того как будут например добавленного объявления в те же критерии которые вы выбрали вам должно приходить оповещение на почту что есть в этих критериях какие-то похожие объявления очень полезная вещь давайте наглядно посмотрим как это работает устанавливается плагин как обычно то есть я перехожу в админку своего сайта тестового просто переношу вот этот вот плагин в эту область установка происходит просто я уже его установил давайте посмотрим вот он так выглядит в админке диджей класса feel search alerts он у меня включен зайдем в настройки здесь все на английском но чтобы быстро понять за что отвечает опция давайте взглянем на страницу рекомендации от самого разработчика на странице разработчика здесь конкретный пример помечен цифрами что нужно сделать ну 1 понятно включить и вот эти опции 2 3 4 5 6 они описаны ниже то есть второе это нас это вторая опция выберите если ссылка на сохранение поиска должна отображаться результаты поиска а выберите 3 вот эта опция да позволяет а выберите должна ли ссылка отображаться в списке категории товаров 4 выберите место где должна отображаться ссылка возможные варианты список верхней части рекламы список нижней части рекламы список верхней части рекламы мы с вами рекламу не выводили на сайте но вот это вот четвертый вариант позволяет вывести там ссылку дальше 5 выберите если вы хотите чтобы ссылка была видимо в деталях объявлений если установлено значение до ссылка сохранить поиск всех новых элементов родительской категории элемента 6 если вы также решили отобразить ссылку в объявлении вы можете указать где она будет отображаться вот на последнем примере вот link позиция вот этот вот шестой вариант чтобы просто наглядно вы точно понимали где это находится я вам сейчас наглядно покажу то есть вот наши настройки последний например топ это наверху показывать ссылку батон внизу и есть еще один вариант вот например смотрите если вот здесь топ наверху сохранимся то есть плагин мы включили активировали после этого сразу я зайду в объявление вы увидите вот такую вот ссылку у вас ее не будет если плагин отключен или не установлен то есть здесь по-русски здесь все нормально сохранить поиск для текущей категории то есть например я что-то ищу на этом сайте доска объявлений и не могу например что-то найти хочу в дальнейшем продолжить поиски да то есть хочу мониторить по сути какие-то определенные критерии поиска соответственно я могу добавить сохранить поиск для текущей категории но вот если мы только включили плагин с вами и нажмем сохранить страница обновиться мы ничего не увидим здесь нам нужно создать дополнительный пункт меню для например моего аккаунта и он будет звучать так сохранить сохраненный поиск обязательно создать этот пункт меню чтобы здесь мы могли видеть что у нас сохранено и какие критерии здесь все в принципе здесь просто настроить где отображать плагин да или нет и позицию в некоторых местах от выбора да далее мы проходим с вами меню майн меню я просто создал сохраненный поиск то есть что я сделал нажал выбрать джей класса fields и его здесь вот я выбрал сохраненный поиск пункт меню далее я вот 10 выбрал отображать где родительский элемент но естественно в мой аккаунт то есть вот у меня есть пунктный мой аккаунт чтобы вводил столько здесь и сразу можете принципе выбрать показывать только для зарегистрированных пользователей все нажал сохранить после этого у нас уже большая часть выполнена нужно авторизоваться на сайте и если нажму сохранить то я увижу вот такую страницу без пункта меню вы не увидите вот этот результат не увидите вот этого сообщения результаты поиска добавлю добавлены сохраненные и ваш сохраненные результаты получается что вот эти вот прочерки где фраза местоположением дополнительная информация можно же вывести также эту ссылку именно в расширенный модуль поиска где вы можете быть критерии вот именно какие критерии например местоположение и дополнительная информация будет там указана естественно она здесь тоже будет указана то есть не просто вы сохранили категорию домашние животные вы еще можете сохранить местоположение дополнительной информации и вот результаты можно еще посмотреть мы нашли два результата в категории домашние животные то есть как я полагаю как это по идее должно работать С течением времени добавляются новые объявления от разных авторов в интересующую вас категорию, и вы, по сути, здесь можете наблюдать попадание вот в этот результат объявлений, которые вас интересуют. Но это я так думаю, что это должно, по идее, так работать. Но это еще не все. Это еще не все, что необходимо сделать. По заявлениям разработчика нужно настроить крон на хостинге, на вашем хостинге, где у вас расположен этот сайт. Крон – это планировщик. И мы можем прибегнуть к инструкции разработчика, чтобы настроить, попробовать настроить этот планировщик. Вы также можете найти эту страницу, перейти со страницы разработчика на мануал, объясняющий, что нужно сделать. Здесь они показывают, как это реализовать в К-панели хостинга обычного. У меня это выглядит практически так же, можно попробовать тоже это реализовать. Единственное, что нам нужно отсюда взять точно, тут готовая ссылка. Вот внизу нам показано, нам нужно ее вставить. Ниже нам говорится, что нам нужно заменить адрес только на свой. Что мы делаем? Вот эту строчку внизу, как она есть вся, вы ее копируете со страницы разработчика. Откройте блокнот на компьютере, вставьте ее здесь, потому что здесь нам нужно произвести манипуляцию. В этой ссылке нам нужно поставить обязательно свой адрес, тот адрес, где у нас установлен доска объявлений. Соответственно, вот мой адрес. Я просто копирую страницу. И аккуратненько, очень аккуратненько, не удалив ничего лишнего, я удаляю сайт и проставляю свой сайт. Вот таким вот образом. Ссылка готова, пускай она пока висит в фоновом режиме, в текстом блокноте. Блокнот не закрываем, я его сверну. Далее нам нужно пройти на хостинг. В панели хостинга я авторизовался, я использую хостинг хостик.ua. Ну, у многих к панели, панели должна быть примерно одинаково выглядит. У меня это называется вот в самом низу расширенное, да, запланированное задание. Это и есть крон. Заходим сюда. Я эту ссылку из блокнота копирую полностью со своим уже адресом. Здесь, вот он, вы можете видеть, он выглядит практически так же, как в описании. Здесь нужно выбрать, то есть, как часто этот крон будет отправлять уведомления на почту. То есть, я начал говорить о кроне, но забежал вперед, не сказал, зачем это нужно. То есть, по идее, когда у нас настроены сохраненные результаты поиска, пользователю, тому, кто сохранил результат, ему должно приходить на почту уведомления уже с новыми, например, объявлениями. И чтобы оно приходило, вот это вот уведомление, когда объявление новое появится на сайте, у нас должен быть настроен крон на хостинге. И, соответственно, вот здесь вот нужно выбрать, сразу говорю, часто не надо выбирать. Например, я выберу раз в день. Раз в день. То есть, объявления, они могут быть чаще появляться, но только раз в день, пускай приходит уведомление на email пользователя всем тем, да, кто пользуется сохраненным результатом поиска. Раз в день я выбираю, остальные поля сразу проставляются автоматически. И вот здесь, где команда, мы вставляем нашу ссылку из блокнота. Если мы посмотрим здесь, здесь вот все указано, видите, всего три действия надо сделать. Выбрать, как часто уведомлять, второе выбрать ссылку и третье нажать на кнопку сохранить. Соответственно, я нажимаю добавить новое запланированное задание. По идее, с кроном все. По идее, должно работать. Ниже вы будете видеть ваши сохраненные задания. Также следует помнить, что нам нужно настроить само письмо, уведомление. У нас есть готовый шаблон. Если мы с вами перейдем к шаблону писем, в поле поиска я оставлю save, нажму искать и найду данное письмо. Сохраненный поиск уведомления пользователя. То есть, вот это тот шаблон, который нам и нужен. То есть, это тот шаблон, который будет приходить всем пользователям, кто пользуется сохраненным поиском. Ну и, соответственно, здесь самое меньшее, что нужно сделать, заголовок переименовать на русский язык. Hello переименовать тоже на русский. Например, привет. Переименовать вот эту фразу на русский. То, что в квадратных скобках мы не трогаем. Это переменная. Обязательно оставляем как есть. И, соответственно, вот это переводим тоже на русский. Это тоже мы не трогаем. Дословный перевод этого текста в нашем шаблоне, да, мы нашли новое объявление, которое соответствует вашим правилам сохраненного поиска. То есть, из перевода можно понять то, что этот плагин так и работает. Как только добавляется новое объявление, человеку автоматически за счет этого крона на хостинге, да, раз в день должно отправляться уведомление, что объявления добавлены, например, другими пользователями в интересующую его категорию. Я попробовал добавить новое объявление после того, как я сохранил результат именно по другим аккаунтам, как будто бы другой пользователь и добавил специально в домашние животные, ну, тестовое объявление. Потом я сейчас, вот я, вы видите, я авторизовался опять как админ, зашел в результаты поиска, и оно автоматически здесь добавилось. То есть, здесь будет копиться список интересующих объявлений из интересующей категории. На почту не пришло уведомление. Не знаю, может быть, с кроном что-то я не так сделал, но, скорее всего, там все нормально. Раз в день оно приходит. То есть, через какое время оно придет, я буду смотреть, анализировать. То есть, я еще пока не знаю, как это вообще будет работать, и будет работать ли вообще. Потому что, может быть такое, что и ошибка в движке, например, плагин или в доске объявлений, или я настроил неправильно крон, хотя там, в принципе, настраивать особо нечего. В общем, вот такой вот плагин. Надеюсь, для вас информация была полезна и актуальна.